Вместо великолепной семерки всего три игрока и никаких вратарей. В Красногорске на этот раз играют в понт-хоккей. Быстрый и результативный он захватывает с первых секунд. За главный кубок первого турнира Ай-Стрит-понт-хоккей в Красногорске борются сразу 22 команды. Из Мурманска и Санкт-Петербурга, Москвы и, конечно, Подмосковья. У нас есть уникальная площадка, как стадион, есть бортики, поэтому все для этого хоккей есть. Он, как называется, уличный. Мы сделали шесть полей, приблизительно где-то 30 на 20. У нас мама играет. Мама начала играть в хоккей несколько лет назад. Сначала начал ребенок играть, а потом за ним потянулась мама, и теперь она выступает на соревнованиях. И в том числе и на этом тоже легенда. Да, они проиграли, к сожалению, но в следующий раз выиграют обязательно, мы будем болеть. Единственная женская на этих соревнованиях легенда не вышла в плей-офф. Городской округ Красногорск на турнире представляли «Зоркий Гоу», «Зубры» и «Нахабинская Ракета». Последняя команда, показав отличный результат в группе, в плей-офф играла с составом, имеющим говорящее название «Звезда России». Из звезд это Сергей Кривокрасов, Александр Свитов, Алексей Копейкин, которые поиграли на высочайшем уровне, поиграли в НХЛ в Америке. Поэтому это достаточно известные ребята в хоккейном мире. В свое время, когда росли и начинали играть в хоккей, постоянно посещали стадион. У меня был такой же, в таком же формате, где играла команда по хоккей с мячом. И очень много времени в выходные, и не только проводили на катке. В таком формате, да, для меня это новинка, но очень интересно. Совсем интересно, что это новогодний турнир такой, любители и даже профессионалы, некоторые приходят, ребята. Я думаю, это интересно не только для профессионалов, а для любителей больше. Впрочем, звезд на пьедестале подвинули айс-хоккей-мастерс из Москвы и Можайский грин-граунд. Именно они играли в финальном матче за первое место. Борьба развернулась нешуточная, но столичная команда одержала верх. Переходящий кубок ребятам вручала глава округа. Это, конечно, был такой очень смелый эксперимент. Я полагаю, что в последнее время в такой хоккей, в таком формате мало кто играл, хотя хоккей – это один из самых любимых видов спорта. И мне радостно, что в эти праздничные дни вы собрались у нас в Красногорске. Я надеюсь, что турнир станет традиционным, и мы сможем проводить его. Конечно, хотелось бы с болельщиками, потому что условия очень специфические, вы сами знаете, но вы все большие молодцы. 20-минутные таймы, формат 3 на 3 и турнир в течение одного дня – все это оказалось в формуле успеха. Турнир планируют повторить. Субтитры создавал DimaTorzok